О том, что зима в России наступает внезапно, не шутил, наверное, только ленивый. К извечным русским вопросам, кто виноват и что делать, как только выпадает снег, добавляется еще один. Почему не убирают? Нынешней зимой ситуация в Ленинском районе не сильно отличалась от общероссийской, но был один главный источник жалоб местных жителей. Это поселок Развилка. Было ужасно, да. Я сама вот здесь бабушки с палочками ходили, с костылями. Это было что-то ужасное. То есть лют, колдобины пройти было невозможно. Тротуары страшно, страшно. Вот по сравнению с прошлым годом намного хуже. Были огромные завалы, вот прям тракторы даже не могли очистить. То есть снег навалил, никто не хочет чистить. Особенно здесь вот в магазине, в магниты здесь вообще невозможно пройти даже было. Безобразие было. Вот знаете, во-первых, сберкасса все-таки, почта, здесь подойти невозможно было. Такая вот у нас неприятность в этом году. К середине зимы вопрос стал особенно остро. В ситуацию пришлось вмешаться лично главе Ленинского района Олегу Хромову. Со всего района привезли технику и людей. Основные магистрали и внутриквартальные проезды расчистили, но проблема пешеходных дорожек осталась. В нашем доме у нас регулярно. Возле 30-го нормально. Вот 45-48-й там заросло все. Как вот бабушки могут вот здесь вот пройти, вот объясните мне. То есть по центральному как-то и почистили, а вот узенькие дорожки. У амбулатории, куда народ часто ходит, частенько там вообще не пройдешь. Здесь вот мы более-менее прошли, здесь хорошо. У нас около дома иногда дороги не чистят, и бывают такие завалы. Убирают, но хотелось бы, конечно, лучше, как всегда. Все завалено. Вот как тут вот, далеко ходить. Возможно, пристальное внимание со стороны контролирующих органов заставит коммунальщиков прислушаться к жалобам жителей. Снег, наверное, один из самых романтичных образов в искусстве. Но когда речь заходит о суровой реальности, романтический налет исчезает. Остается мнение жителей, работа коммунальщиков и дороги. Судя по отзывам местных жителей, ситуация в развилке стабилизировалась. Но узкие места остались. Вот по одному из них я сейчас и иду. Будем надеяться, что и эти, возможно, небольшие проблемы будут в конце концов решены. По району дежурили Максим Козлов, Алексей Руднев и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.